В былые времена примитивные общества использовали солдат для поддержания порядка, или полицию. Один изобретатель пришел к землевладельцу и сказал, «Я знаю более дешевый способ поддержания порядка, при котором не потребуется столько солдат». Землевладелец спросил, «Это как?» Тот ответил, «Я умею пускать огонь изо рта и еще кое-что необычное. Люди будут смотреть на меня с изумлением и прислушиваться к моим словам». Он говорил им, «Я пришел от Поднебесного, и этот Поднебесный видит все, что вы делаете, даже через стену толщиной в 3 метра. Если вы возьмете то, что не принадлежит вам, он увидит это. И тогда, после смерти, вы будете вечно жариться на костре». Это был один из методов контроля над людьми. Хотя король мог убить любого, кто ему не нравился, казнить этого гада или уничтожить такой народ. Они все приказывали такое. Однако внутри сообщества была заповедь не убить. А также послушание жену прощало дела. Иначе женщины возмутились бы своему положению. Они должны были давать обет послушанию своему мужу. Поэтому тот творил, что хотел. Если человек на кого-то работал, ему нельзя было брать то, что ему не принадлежит. Воровство считалось преступлением. Так что тот человек, который показывал всякие фокусы, управлял множеством людей. В те времена это были священники и гадалки. Люди постоянно беспокоили священника своими жалобами. «Мой сын меня не слушается. Дочь не подчиняется». И ему настолько надоели эти причитания, что он сделал каменную статую и объявил, «Если у вас возникает любая проблема, бросайте вот сюда монету и говорите со статуей. Расскажите ей обо всех ваших проблемах». Некоторые люди так и делали, но кому-то не понравились результаты. И они разрушили каменную статую. Тогда священник поставил две статую, одну с улыбкой, а другую с рогами. И объявил, кричите и плюйте на плохую статую. А хорошую статую благодарите за дарованное вам. Это были фигурки, сделанные из камня и глины. Люди беседовали с ними весь день напролет и больше не беспокоили священников, которые в это время занимались своими делами. Подобным же образом появились иконы, пожертвования, заповеди и законы.